Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сематум вместо дискуссии. Парламентское большинство больше не хочет договариваться. Это стало понятно после сегодняшнего совета коалиции. Как премьер Яценюк выкрутится без поддержки Верховной Рады? И спасет ли ситуацию переформатирования Кабмина? Подробнее Ольга Рыцарь. За закрытыми дверями совет коалиции уже собирается четвертый раз. Несколько представителей от каждой фракции, спикер парламента и премьер Арсений Яценюк. Все вместе ищут пути выхода из политического кризиса. С самого утра Владимир Гройсман в своем видеообращении напоминает. Времени осталось совсем мало для того, чтобы правительство предложило четкий план капитального ремонта страны. Два часа консультации, результата ноль. Батьковщины уверяют, никакого плана действия от премьера так и не услышали. Позиция их фракции остается неизменной. Отставка всего Кабмина во главе с премьером. Новый премьер, новый склад уряду. И, выходя из этого, мы понимаем, с какой программой Украина дальше рухается. Тогда можно сказать про пропозиции, которые поступают в этот уряд. Пока что, на жаль, у нас нет ключевого. Что дальше предлагает делать премьер и этот уряд? На жаль, это не были пропозиции. На жаль, это было заявление стосований. В унисон с Батьковщиной и самопомощь. Если Народный фронт вместе с премьер-министром не увидят изменения уряда, то не имеет смысла, что мы сейчас говорили, когда мы видим премьеру. Выход из коалиции – это последний инструмент, который можно использовать. До этого времени нужно попробовать все возможные инструменты вплива, тиска, переконания. Это, на самом деле, величезная криза управления в стране. К двум фракциям коалиции, которые категорически отказываются работать с Яценюком, сегодня присоединились и радикалы. А это означает, у премьера нет поддержки большинства в парламенте. И даже в такой ситуации Народный фронт требует оставить Яценюка во главе правительства. У потенциального премьера-министра Яценюка нет голосов для проведения законов. Это означает полномасштабную политическую кризу. Я бы порекомендовал коллегам отмолиться от ультиматумов и решения завода найдется. Завтра коалиция с премьером продолжит искать компромисс. В то же время в БПП ждут министра Айвареса Абрамовичеса на фракции с отчетом. Ольга Рыцарь, Александр Данилов, подробности в телеканал Интер. Заявивший о своей отставке глава Минэкономразвития Айварес Абрамовичес сегодня дал показания детективам антикоррупционного бюро. Напомню, его вызвали в качестве свидетеля после того, как он обвинил нардепа от блока Петра Порошенко Игоря Каноненко. С нами на прямой связи моя коллега Анна Каменева. Аня, здравствуй. Расскажи, о чем спрашивали министра следователей, какие документы он принес в качестве доказательств своих обвинений и комментировал ли Абрамовичу свою переписку с Андреем Пасечником, которая сегодня просочилась в интернет. Здравствуй, Наталья. Все по порядку. Еще в пятницу министру экономики пришла повестка от Национального антикоррупционного бюро. Его на сегодня вызывали на допрос в качестве свидетеля в связи с его заявлениями о вмешательстве нардепа от БПП Игоря Каноненко в работу министерства. Встречу Айваресу Абрамовичу назначили на пять вечера. Пришел он вовремя и весьма в хорошем настроении. Это первая очная встреча, поэтому настроение хорошее. Пришли как раз узнать, что от нас требуется по отдаче показаний. Мы принесли все, что у нас есть, и скриншоты, и другие вещи. Вот сегодня как раз в интернет попал один из скриншотов переписки Абрамовича с исполнителем директором нефтегаза Андреем Пасечником. Именно его, по словам министра, Каноненко якобы требовал взять в замы. Этот фрагмент переписки опубликовал в своем блоге сегодня нардеп Сергей Лещенко. И сделал это почему-то еще до допроса Абрамовичуса и выводов детективов антикоррупционного бюро. Возможно, такая утечка информации может исказить реальные события. И вот что по этому поводу сказал министр. У меня в телефоне еще есть много интересной информации, поэтому я им очень сильно дорожу. Я очень беспокоился за сохранность некоторых этих данных. Поэтому на всякий случай Сергей Лещенко, которому доверяю, которому общество доверяет, на всякий случай отсылал вот этот скриншот. Поэтому он взял его сегодня и опубликовал. Дозвониться до пасечника нам сегодня так и не удалось. Однако на своей странице в фейсбуке он написал, опубликованный скриншот не касается никаких назначений. Мол, это был дружественный разговор с Абрамовичусом, где он обсуждал возможность разделения вакантной должности на две, что было согласовано с названными людьми. И все доказательства Абрамовичуса Пасечник назвал никчемными и опубликовал свою версию разговора. А вот как это все прокомментировал министр уже после допроса. Охранники Пасечника привезли полный пакет документов в понедельник вечером. Это так никогда не делается. Я за 20 лет своей работы никогда от каких-то потенциальных кандидатов, которых я не просил быть кандидатами, получал бы полный пакет документов. Допрос Абрамовичуса в общем длился около двух с половиной часов. О чем именно говорили, министр не рассказал тайна следствия. Сказал только, что еще на этой неделе еще раз придет в Национальное антикоррупционное бюро с дополнительными материалами по этому делу. Ну а вот когда и будут ли вообще вызывать на допрос Канаденко, Пасечника и других фигурантов этого скандала, в бюро пока что не говорят. За процедурой сначала мы должны вызвать на допрос как свидетельство, именно мунистра, и уже потом на основе его показа вызвать и других людей. Напомню, скандал разгорелся на прошлой неделе после заявления министра экономики об отставке из-за вмешательства некоторых политиков в работу министерства. Молот Абрамовичуса требовали назначить в свои замы, так сказать, людей от Канаденко. Сам нардеп это опроверг и на время следствия сложил полномочия замглавы фракции БПП. Ну а вот детективы Национального антикоррупционного бюро взялись расследовать озвученные факты. Наталья. Спасибо, Анна Каменева, о сегодняшнем общении Айверса Абрамовичуса с детективами антикоррупционного бюро. Седьмая волна мобилизации в Украине скорее всего пройдет в марте. Об этом сегодня сообщил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко. Одновременно, по его словам, пройдет и демобилизация. Напомню, в декабре минувшего года Муженко заявлял о том, что очередная мобилизация будет зависеть от ситуации на Донбассе. Звольнение мобилизованных военнослужащих, которые уже, скажем так, завершили вканание своих обовязков, планируется в основном квитень, возможно, конец березня поточного года. Ну а количество мобилизованных, также по словам Муженко, будет зависеть от числа контрактников в армии. С начала года свое желание служить за деньги уже выразили 6 тысяч человек. И о ситуации в зоне АТО сегодня Горловка и Донецк остаются самыми горячими точками на карте. По данным нашей разведки, противник стягивает туда тяжелую технику. То, что танки и запрещенные минометы уже на линии соприкосновения на себе ощутили военные, которые держат оборону в районе шахты Бутовка. Под утренний обстрел попала сегодня и наша съемочная группа. Материал Ирина Баглай. Этот неразорвавшийся хвостовик от мины 120-мм калибра доказательство, что противник использует запрещенное вооружение. По нему также можно определить, откуда боевики выпустили снаряд со стороны оккупированной Ясиноватой. Таких мин на шахту Бутовка легло 50 штук. И это впервые за 5 месяцев перемирия. Четыре часа под перекрестным огнем военным напомнили горячее лето прошлого года. Тогда танки боевиков изрешетили шахту. Зафиксировать такой обстрел сложно. Минометы могут мобильно перевозить в гражданских машинах. У противника учения. Так объясняют обстрелы армейцы. Неподалеку к нас расширается бригада «Восток» уже створена. Они проводили тут учения. Там 2-2,5-километровных полигон. Для военных такие учения боевиков закончились ранениями товарищей. Яна, медик, первый кинулась спасать ребят. Один тяжелый, один так, чуть-чуть зацепила. Сейчас он не прилежит. Ну, говорят, что более-менее один глаз не спасли. Вот, а второй 50 на 50. Подобные обстрелы еще и провокация. Вечером жди на вражеских каналах постановочные сюжеты. Говорят военные. Вынуждены узнавать новости на российских телеканалах. Это все Россия. Наш один Донбасс по-украински. Какие новости? Говорят, что готовим к крупномасштабным наступлением. Выбравшись из укрытий, видим совсем обратную этим новостям реальность. Начинается очередной обстрел шахты «Бутовка». Ирина Боглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Из-под Донецка. Подробности телеканал «Интер». Защита Надежды Савченко все же добилась. Допроса следователя Маньшина. Напомню, он принимал решение о задержании украинской летчицы два года назад. И заявляет, что Савченко участвовала в бою, в ходе которого и погибли российские журналисты. На вопросы адвокатов Маньшин отвечал уклончиво. Тем не менее, защите удалось получить от него и полезную информацию. В частности, о многочисленных нарушениях следователя и во время допросов Савченко, и при проведении экспертиз. Допрос Маньшина продолжится в среду. Выяснилось очень многое, что следователь Маньшин, например, нарушал профессиональный кодекс, уголовный профессиональный кодекс в период между попаданием Савченко в Россию с 23 июня по 30-й момент, в общем-то, составлением протокола о ее задержании. Значит, и на первых допросах, значит, когда речь шла о телефоне, который он с собой принес, а не сделал у Савченко, детали, они имеют значение с той точки зрения, чтобы доказать страной защиты, что дело сфабриковано было с самого начала. А в Киеве сегодняшнее заседание суда по пересмотру меры пресечения Геннадию Корбану больше напоминало медицинскую конференцию по кардиологии. Зачем защита и свидетели по очереди засыпали судей медицинскими терминами, расскажет Ирина Романова. В апелляционном суде Киева с утра очередная серия рассмотрений апелляций защитников Геннадия Корбана, которого обвиняют в создании организованной преступной группировки. Напомню, его адвокаты просят отменить решение Днепровского райсуда столицы, заменившего лидера Укропа в конце декабря домашний арест на двухмесячное содержание под стражей. Сегодня один из защитников Корбана представил новый аргумент. В соответствии к тексту этой ухвалы, не подлежала легальному выполнению. Мы считаем, что подозреваемый Корбан Геннадий Олегович, незаконно помещенный в виде обеспечения судового следствия службы обеспечения, где он до этого часа незаконно держится под вартою. Прошу вас, извините, могут быть защитник Корбана Геннадия Олеговича, легально. Сам подозреваемый в очередной раз напомнил суду хронологию задержания, мол, его привезли из Днепропетровска в Киев на суд медэкспертизу. Обследовали в институте Амосова. Там же сделали операцию. А на следующий день прямо с больничной койки повезли на судебное заседание в Днепровский райсуд, откуда судья Чаоса отправил его в СИЗО. Мне провели операцию по спинтированию двух сосудов сердца. И вечером того же дня, я находясь еще в состоянии наркоза, ко мне в палату ворвались следователи Генеральной прокуратуры Украины, которые пытались мне вручить какие-то документы, связанные с своей принудительной доставкой в Днепровский районный суд судье Чаосу. Мы уже обратились в ЕСПЧ и в ПАРЭ, для того, чтобы они исследовали дела Чаоса. Согідно доведения Национального института сердцево-судинной хирургии им. Амосова, с результатами судового медичного обслуживания, проведенного на основе ухвали суду 26 грудня 2015 года, противопоказаний для участия Корбана в судебном поседании не выявлено. Само по себе стентувание является малоинвазивной медицей процедурой. Как правило, после ее проведения пациенты возвращаются домой уже наступного дня. Состояние здоровья Корбана не вызывает опасений у врачей, уверяет прокурор. Поэтому он может и дальше находиться под стражей. И новое мнение адвокаты. Сегодня они пригласили в суд свидетелей врачей из Днепропетровской клиники семейной медицины. К интервью подготовились основательно. Можно ли говорить о том, что 31-го, 10-го у Корбана и присутствует острое нарушение коронарного кровоснабжения в виде мелкоочарового инфаркта миокарда заднебоковой области левого желудочка? Это надо говорить с больным. К опросу свидетелей подготовилось и обвинение. При такой гемодинамике может человек перемещаться самостоятельно? Практически он после стентирования должен находиться в постели. Тоже повторяют еще двое врачей Днепропетровской клиники. Впрочем, обвинение объясняет это тем, что один из основателей учреждения – отец Геннадия Корбана. Допрашивают и кардиолога из института Амосова. У нее мнение иное, чем у коллег из частной клиники. Стентирование – не операция. И состояние Корбана после него было удовлетворительное. Слушание свидетелей затянулось до восьми вечера. А просить всех так и не успели. Заседание перенесли на завтра. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности – телеканал Интер. Взрывы в Запорожье. Накануне поздно вечером взрывное устройство сработало в частном секторе. А спустя пару минут возле подъезда многоэтажки на соседние улицы. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия остались воронки, а в квартире пенсионеров на первом этаже вылетели стекла. Правоохранители сейчас разыскивают подрывников. Полицейские, спасатели и кинологи сегодня в Ивано-Франковске искали взрывчатку сразу в трех школах. О возможном взрыве стало известно в полдень. Занятия отменили, по указанным адресам выехали специалисты, детей, учителей, весь персонал школ эвакуировали. Но ничего подозрительного не обнаружили. В полиции сообщили, что информация о заминировании учебных заведений поступила на электронные адреса силовых структур. Как и на минувшей неделе, когда неизвестные угрожали подорвать сразу два департамента соцзащиты, а еще раньше два отделения банка. По мнению правоохранителей, во всех этих случаях прослеживается один и тот же почерк. И почти две тысячи студентов эвакуировали из лицея во Франции. После анонимного звонка о бомбе детей, преподавателей и персонал вывели на стадион. Взрывчатку искали полицейские и пожарные. Но так ее и не обнаружили. Две недели назад во Франции эвакуировали сразу шесть лицеев в один день. Тогда сообщения о заложенных взрывных устройствах также оказались ложными. Карнавал под присмотром. Кто скрывается под масками в бельгийском Алсте и над кем больше всего посмеялись на этом фестивале? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Город Алст, не Венеция. Здесь всего лишь один крошечный канал. И ежегодно бельгийцы съезжаются сюда вовсе не им полюбоваться, а на карнавал. В этот раз полиция особо тщательно проверяет трибуны как на месте, так и дистанционно. Рядом с ряженным мэром города сам министр внутренних дел Ян Ямбон. Среди зрителей полицейские в штатском. Силовикам, кстати, первым и досталось от непосредственных участников карнавала. Под развеселую музыку проехал грузовик с надписью «Агентство перевозок Париж-Брюссель, братья Абдеслам». Именно в таком подельнике вывезли парижского террориста Салаха Абдеслама из квартиры в Моренбеке. Прямо под носом у стражей порядка. Перевозим всех это всюду. Вы прячетесь в диван, мы вас забираем прямо с диваном из квартиры. Террористу на карнавале затеряться проще простого. Бородатые мужчины в кондурах и гутрах на каждом шагу. Не должно быть обидно никому. Это просто праздник и просто переодевание. Вообще на карнавале высмеивали все самое яркое и заметное, что произошло в Бельгии за год. Вот военные, которые в рабочее время перед Рождеством совершают шоппинг в Брюсселе. А это король с королевой прошли со своим банным халатом. Напоминание о том, что во время блэк-аута, когда столица была парализована, его величество пил морковный фреш во французском спа. Кстати, самому ироничному карнавалу Бельгии повезло. Его успели провести до штормового предупреждения. Остальные праздничные праздничные праздники. Из-за непогоды, как и в Германии, уже отменили. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер, Бельгия. Так и есть, в Германии карнавала не будет из-за непогоды. Впервые за несколько десятилетий отменили традиционные шествия в Дюссельдорфе, Майне и еще в нескольких немецких городах. Сегодня там десятибальный шквальный ветер и власти решили не рисковать. Только в Кельне карнавальную процессию все же провели, несмотря ни на какую непогоду. Ангела Меркель в Турции. Там немецкий канцлер обсуждала, как ограничить поток беженцев из Сирии. А в Германии, тем временем, новые рейды ищут потенциальных джихадистов. Татьяна Лагунова расскажет все подробности. Детали облавы силовики особо не разглашают. Известно только, что полицейские обыскали два дома в деревне недалеко от города Майнц. Хозяев этого жилья подозревают в причастности к террористической организации ИГИЛ. Более того, есть данные, что они не только принимали участие в военных действиях в Сирии, но и командовали операциями. В Германию приехали в прошлом году, как беженцы. О том, что ИГИЛ под видом мигрантов может переправлять в Европу боевиков, говорили уже давно. И вот эту информацию подтвердили и немецкие спецслужбы. Глава Федерального ведомства по защите Конституции рассказал журналистам, только в Германию, как беженцы, прибыли около сотни членов ИГИЛ. Власти Германии тем временем изо всех сил пытаются остановить поток мигрантов. Ангела Меркель сегодня весь день провела в Турции, встречалась с премьерами-президентом. Просила лучше охранять турецко-греческую границу и бороться с нелегальными перевозчиками мигрантов. Помочь в патрулировании побережья Германия и Турция попросят НАТО. А ЕС готов выделить Турции 3 миллиарда евро и ускорить переговоры о вступлении в организацию. Если мы хотим остановить нелегальную миграцию, мы должны быть готовы перенимать определенное количество беженцев легально, особенно из Сирии. Речь идет о так называемой системе распределения мигрантов. Турция уже приютила более 2 миллионов сирийцев, и люди продолжают пребывать. Палаточные лагеря строят прямо вдоль границы. Просим Турцию о помощи, чтобы нас пустили в страну. Мы нуждаемся в лечении. Из Турции многие бегут в Европу. Только за сегодня при попытке доплыть до Греции погибли более 30 человек. Две лодки с беженцами на борту затонули недалеко от побережья Турции. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Международное сообщество бьет тревогу. Северная Корея объявила об успешном запуске ракеты дальнего радиуса действия. Ряд стран уже осудили этот запуск и обещают ответные меры, в том числе и США. С подробностями из Вашингтона наш собственный корреспондент Тихон Зитко. Несмотря на все предупреждения и предостережения, Северная Корея осуществила запуск ракеты и объявила, что на орбиту успешно был выведен спутник под названием «Яркая звезда». В Пхеньяне по этому случаю ликование, парад и даже фейерверк северокорейские власти в очередной раз демонстрируют, что на требования международного сообщества не реагируют. В остальной части мира никакого восторга. Запуск ракеты вызвал тревогу и обеспокоенность. Они провокаторы. Постоянно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, проводя испытания ядерного оружия. Теперь же они развивают свою систему запуска ракет. Поэтому мы впервые начали вести переговоры с Южной Кореей о развертывании там нашей системы ПРО. Обеспокоенные угрозы, которые исходят от Северной Кореи, не только в Вашингтоне. Редкий случай. На созванном Совете Безопасности ООН. Полное единство. Все члены организации однозначно оценивают действия Пхеньяна. Мы возмущены ракетным запуском. Его осуществили всего через 4 недели после ядерных испытаний. Мы понимаем, этот запуск не имеет отношения к выводу спутника на орбиту. Они тестируют свои возможности по запуску ракет. Обеспокоенность международного сообщества не случайна. Северная Корея неуправляема и проводит свои ядерные и ракетные испытания без оглядки на мнения остальных. Пока единственный ответ на действия Пхеньяна — санкции. Япония уже объявила, что ведет новые односторонние ограничения. Насколько это будет действенно — большой вопрос. Впрочем, готовность Вашингтона разместить свою систему ПРО в Южной Корее говорит о новой странице противостояния с Пхеньяном, а также о том, что угроза, которая исходит от КНДР, очень серьезна. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Осудили запуск ракеты и в украинском МИДе в официальном заявлении. Действия Северной Кореи назвали провокационными и безответственными. Они нарушают сразу несколько резолюций Совета безопасности ООН, подрывают региональный мир и стабильность, а также ухудшают ситуацию на корейском полуострове. Украинское дипломатическое ведомство призвало Пхеньян в дальнейшем воздерживаться от подобных действий. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Яркая звезда Чучхе, как КНДР, плюет с орбиты на все международное сообщество. Особенности зимней рыбалки, как в Запорожье спасали рыбаков, дрейфующих на льдине. Не его день. Кто собирается посадить сурка за неточный прогноз погоды? Погоня в столице, которая закончилась огнестрелом, обрастает новыми версиями. В сети появилось видео задержания полицейскими автомобиля БМВ. Во время которого был застрелен один из пассажиров. Имели ли сотрудники полиции право открывать огонь по колесам? И почему пулевые следы нашли и на полицейских приусах? Все подробности погони по голливудскому сценарию расскажет Олег Решетняк. Глубокая ночь 6 на 7 февраля. Киев. Масштабная погоня с участием новой патрульной полиции. Перестрелка и смертельно раненый 17-летний парень. Все началось в Боярке. Это пригород столицы. Молодые люди после гуляний на дне рождения друга собрались расходиться по домам. Но один из них, Михаил Медведев, сказал, что знакомый предлагает покататься на БМВ пятой модели. Друзья не поддержали эту идею, мол, уже изрядно выпили. Машину подсел только Миша. Ему через 10 дней должно было исполниться 18. Я ему сказал, Миша, поехали. Мы уже такси вызваны. Поехали. Миша, пацаны, я вас догоню. Я буду, буду. А дальше было все, как в настоящем голливудском боевике. Полицейские заметили, что молодежь садится в автомобиль с бутылкой пива. И начали преследование. Водитель БМВ, уходя от погони, гнал со скоростью 190 км в час. Выезжал на встречную полосу. Переследование длилось почти 40 минут. От Севастопольской площади, затем по бульвару Шевченко, проспекту Победы. Дальше водитель БМВ выехал на Кольцевую. Полиции уверяют, огонь открыли только после многочисленных попыток остановить нарушителей. Сделать это удалось на окраине Киева. Патрульники после некоторых попереджений открыли огонь, тоже на попереджение. На попереджение, скажем так. Автомобиль не отреагировал никак. И так как автомобиль створювал, я еще раз повторюсь, незвичайно серьезную загрозу для життя и здоровья громадян, патрульники, керующие статей законов Украины про нацполицию 46-ю, открыли огонь для того, чтобы остановить автомобиль шляхом пошкоджения. Открыли огонь по колесам. А в воскресенье на следующий день после трагедии у полиции начали возникать все новые и новые версии. То стреляли по колесам, а попали в парня из-за большой скорости. То в мегафон кричали о том, что ведут огонь на поражение. А вначале вообще говорили, что стрелять начали из БМВ. Но по словам родственников погибшего парня, при обыске автомобиля оружие там не нашли. Дмитрий Синенко видел погоню своими глазами, подтверждает слова полицейских. Огонь патрульные открыли далеко не сразу. Говорит, автомобиль БМВ не ехал, а буквально летел. БМВ пронеслась с другой стороны, даже модель нельзя было рассмотреть. А за ним уже ехало несколько экипажей полиции. Со слов знакомых экипажей полиции, мне сказали, что они максимально ехали в какой-то момент, то есть или на Победы, или на Одесской, 188. Но стоило ли полицейским стрелять за неповиновение полиции? И можно ли было обойтись без жертв? Мнения сторон разделились. Учитывая то, что очень серьезная ситуация была, автомобиль реально угрожал окружающим, то я считаю применение оружия правомерным. Другое дело, что последствия довольно трагические. Прокуратура будет уже определять степень вины полицейских, насколько они могли избежать, например, таких последствий. В данной истории дивует количество выпущенных пуль. Называют цифру больше 70. Очевидно, большая количество этих пуль десь потрапило в інше место. Питание, где они. То есть, что не поставлены были у небезопасы и другие жители Киева, которые вообще не причинены к этой ситуации. Это должно быть въясово службовое расследование. Когда удалось остановить беглецов, стало понятно. БМВ действительно полностью изрешетили. Следы от пуль даже в лобовом стекле. Как они могли появиться, если, по словам полицейских, они все время преследовали нарушителей и находились сзади. Полицейские намагалися, очевидно, з обеих боков оточити водя, который не остановился при скорости 190 км на годину. И, очевидно, они находились уже попереди него. И когда они видели, что он не остановился и может быть лобовое заткнение уже с их автомобилями, они фактически рятовали життя полицейских, а не только уже людей, которым загрожил этот пьяный водитель. Прокуратура Киева проверит правомерность действий сотрудников департамента патрульной полиции. По данному факту начато уголовное производство. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Получены показания сотрудников патрульной полиции, которые преследовали автомобиль, свидетелей происшествия. Прокуратура обещает дать объективную оценку действиям правоохранителей в ту ночь. Олег Решетняк, Павлина Василенко, Валентин Белич и Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Новые патрульные с сегодняшнего дня и в Херсоне. Из трех тысяч желающих отбор прошел только каждый десятый. 302 полицейских сегодня принимали присягу на набережной Днепра в парке Славы. В верности украинскому народу и законам клялись хором. Первая смена патрульных заступит на службу уже этой ночью. Херсон – 12-й город, где теперь работает новая патрульная полиция. Четверть среди херсонских копов – это женщины. И уже в ближайшее время новые патрульные выйдут на улицы Винницы, Черкас, Чернигово и Кременчуга. Одессу сегодня пришла очередная партия южноафриканского угля. Разгружают его в порту Южный. Согласно контракту, первые 168 тысяч тонн прибыли два месяца назад. Сегодня гораздо меньше – 80 тысяч тонн. После того, как топливо отгрузят, на это уйдет несколько дней, а качество проверят в специальной лаборатории, уголь поступит на трипольскую ТЭС под Киевом. Напомню, в этом году Украина значительно сократила импорт угля из России, при этом увеличила поставки сырья из Южной Африки. Этого объема угля приблизительно может хватить на месяц работы электростанции. На сегодняшний день дефицита угля нет в стране. Поскольку этот уголь закупается очень многими странами, в Европе в частности, и ЮАР является таким крупным постучником угля на мировой рынок, то сомневаться в его качестве на сегодняшний день пока не приходится. Жарким сегодня было заседание в Киевском райсуде Полтавы. Там более шести часов допрашивали свидетелей по делу Геннадия Кернеса. Показания давали сотрудники гостиницы «Националь», где живет харьковский мэр. Почему здесь, то и дело, возникали перепалки и о чем спорили, расскажет Лидия Калинина. Почти всю зиму у здания Киевского райсуда Полтавы было тихо, но лишь только чуть потеплело, пикет, пусть и малочисленный, появился вновь. Жалобы те же, долго судят. Это фикция, это просто имитация правосудия. Имитация, это просто бред. Оно так долго идет и будет идти. Впрочем, в зале страсти намного горячее уличных допрашивают сотрудников отеля «Националь», которые работали 25 января 2014 года. В тот день, по словам потерпевших, именно там их били охранники мэра и он сам. Правда, сами свидетели ничего такого не помнят. Это был мой рабочий день, но ночь. Ничего подозрительного не происходило в ту ночь. По словам свидетелей, в тот день Кернес был постоянно на виду. Вечером ездил купаться в источнике и делал маникюр. Потерпевшие такому единодушию сотрудников отеля не верят. Это заученные фразы, подготовленные защитой. Сам мэр не в духе, ни один из вопросов обвинения или потерпевших не оставляет без внимания. А откуда вы знаете, что именно на источник они ездят? Кто вам именно сказал? С вами в баню, я сказал, я пошел, конечно. Без мыла причем пошел. У Кернеса претензии к прокурору. Мол, тот задает слишком много наводящих вопросов и изначально предвзято относится к свидетелям. То и дело между прокурором и обвиняемым вспыхивают перепалки. Переходят даже на личности. В летнем костюме сам ходят на суд. Можно купить костюмы. Что на суд? Я прошу за уважение, за уважение, за обвиняемое. Некорректно себя ведет. Я это замечаю неоднократно, но замечаю сторона защиты. Я считаю, что необходимо вести к каждой стороне себя адекватно. Неожиданно отказывается общаться Кернес с журналистами. В перерыве его плотным кольцом окружает охрана. А адвокаты мэра теперь дают интервью только лояльным к нему каналам. После процесса мы обязательно будем совсем сказываться. С каждым часом напряжение нарастает. Обвинение засыпает свидетелей вопросами. Их интересует даже, что показывали по телевизору, когда Кернесу делали маникюр. Мэр выходит из себя. Заканчивайте. Давайте по делу, ребят. Вы замечаете, я пью определенные лекарства, чтобы сидеть здесь и выдержать. Я очень прошу, чтобы мы двигались вперед. Но на скорость процесса это не влияет. Сотрудников националя допрашивают почти 7 часов. За 4 заседания просили только десяток свидетелей. А всего их по делу проходит около сотни с обеих сторон. Пока всех, кто выступил в суде, обвинения не подтверждают. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Полтава. И снова вернемся в зону АТО. Резко обострилась ситуация вблизи Марьинки. Боевики применяют крупнокалиберные минометы, запрещенные минскими соглашениями. Днем практически непрерывно стреляют вражеские снайперы. Подробнее с передовой Вениамин Трубачев. На Терриконе хорошо видно флаг боевиков. Именно оттуда противник ведет огонь по позициям военных. Сейчас там засел снайпер. С соседнего домика уже обстрел ведется. То есть мы в линии здания туда идем уже не на сотни метров, а на десятки метров. Ходить здесь можно только перебежками от укрытия к укрытию. Некоторые улицы простреливаются полностью. Раньше в Марьинке боевики стреляли в основном ночью и вечером. А сейчас открывают огонь даже днем. И подходят совсем близко к позициям украинских военных. Вот ферма. Ее хорошо видно отсюда. Именно там находятся огневые точки противника. Боевики сначала стреляют с гранатомета, потом открывают огонь с крупнокалиберного пулемета и зенитной установки. До противника несколько сотен метров. Обстрел настолько плотный, что командир принимает решение открыть ответный огонь. Эту атаку боевиков военные отбили. Вся земля усеяна гильзами. Боец заряжает новые патроны. Хлопцы бывают, они трассерами. Одним трассером подсветят куда-то цель. И все. И я туда стреляю. Получает? Если ночью, то он шпан выйдет. Понятно. А днем вот так более-менее. За последние несколько дней в Марьинке ранения получили трое военных. Сейчас они в госпитале. Ночью боевики обстреливают Марьинку уже из артиллерии. Не обращая внимания, что в селе живут сотни мирных людей. Из-за 72-мм минометов пять раз открывался огонь. И один раз открывался огонь из 120-мм минометов. Тихость здесь бывает крайне редко. Сегодня с наступлением темноты боевики снова открыли огонь с минометов. Вениамин Трубачев, Игорь Сулий и Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Марьинка. Донецкая область. Скандал с землями участникам АТО разгорается в Ужгороде. Там вдруг нашелся хозяин выделенных участков. А в обл. администрации говорят о хитрой схеме приватизации земли. Как за пару тысяч приобрести участок, который стоит миллионы? Подробнее Марина Коваль. В октябре прошлого года депутаты Ужгородского горсовета проголосовали за выделение 96 участков участникам АТО. Земля на окраине города, возле словацкой границы, один из наделов получил Валентин Симаков. Ждал 7 месяцев. И вроде бы вот оно свершилось. Оформляй бумаги и владей. Но оказалось, не все так просто. Когда пошли оформлять документы, нам сказали, что вот эта земля, заявили на ней право Держкомземкадастер. Что они подали, что это, вроде бы, земля, належит им. Обидно, честно говоря, обидно. Такое ставление до войн, которые защищают страну. Участки АТОшников это 16 гектаров. Их рыночная стоимость около 2,5 миллионов долларов. После того, как землю отдали участникам АТО, о ней вспомнил бывший совхоз и заявил о своих правах. Якобы здесь остались так называемые биологические активы хозяйства, проще говоря, яблони. На самом же деле их продали еще в 2014 году частному лицу за 19 тысяч гривен. Это тут роками, роками ишла очень интересная схема, что я, честно, не имею на голову уже волосся, но стало бы дебом. Подставные люди выкупают яблоньку, грушку, кушь винограда, заключается договор о купе-продаже, а потом с этим договором они идут в Державное агентство по земельным ресурсам. И приватизируют эту землю, согласно купленных деревьев и кушев виноградников. Мы уже нашли около 1000 гектаров земли продано также. После скандала управление Госгеокадастра всего за два дня внесло изменения в базу данных. Хотя не скрываются, вхоз может пытаться вернуть земли через суд. Эти земли были внесены в кадастр, зареєстровано право властности за державой. Наразі кадастрами регистратора внесено зміни в кадастр, змінена форма властности на землю, она невизначена. Тобто громадяни, участники АТО можуть звернутися и оформити проустановляющие документы на земельную ділянку. В обладміністрации говорят случаи, когда закупленный куст винограда или яблоню можно получить гектары земли в области не единичной. Поэтому просит правоохранителей разобраться. В прокуратуре сейчас изучают факты, уголовные дела пока не возбуждали. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. А вот на земли и имущество доставшейся Украине после Второй мировой войны претендуют поляки, венгры и румыны. Об этом политики соседних стран неоднократно заявляли с парламентских трибун. Сегодня тему реституции обсуждали общественники и историки в Киеве. Активисты считают, что избежать материальных претензий от соседей можно, но для этого необходимо подготовиться законодательно и закрепить правоприимство по всем гособъектам, на которые претендуют европейцы. С этим нельзя тянуть. Известно, что Польша, например, уже подготовила более 600 обращений в украинские суды с целью восстановления прав поляков на имущество. Напомню, ратифицировав соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась соблюдать нормы международного права, а реституция – одно из непременных условий евроинтеграции. Украина не может заниматься позицию страуса, который заховывал голову и ничего не видит вокруг себя. Если есть даже в кинуте сзади такие аспекты, которые провокуют нас на конфликт с европейскими странами, с нашими дружными партнерами, мы должны искать ответы. И именно ответы в юридической площадке. Мы должны в тот же час защитить свои права, права украинцев, права украинской государства. На взятки почти в тысячу долларов попался пограничник. Его в Волинской области задержали сотрудники СБУ. Получить мзду он пытался за контрабандный янтарь и обещал местным жителям помощь в переправке через границу 5 килограммов этого камня. Отправить янтарь должны были в Беларусь. Кстати, это не первая его махинация. Несколько дней назад защитник границы уже получил тысячу долларов за подобные услуги. При этом задержанный лично скупал янтарь и доставлял его заинтересованным лицам. Особенности рыбалки на дрейфующих льдах. Работа прибавилась спасателям в Запорожской области. Там на льдинах уплыли более 30 рыбаков. Удалось ли спасти всех и что в свое оправдание говорят эти бедолаги, узнаем у Сергея Бордежа. Несмотря на оттепель, с удочками в руках на лёд Каховского моря вышло несколько десятков человек. Не успели расположиться возле проруби, как лёд начал колоться. Рвануло полностью, подошли до берега. Прямо на глазах рвануло, оторвало. И лёд движется в сторону, получается, Запорожья. И мы пока стояли возле трещины, метра на 10-15 прошла в сторону. Самостоятельно выбраться на берег люди не смогли. Нырять в холодную воду не рискнули. Набрали 101 и стали ждать спасателей. На дрейфующей льдине оказалось 28 человек. Любители зимней рыбалки признаются, опасность их давно не пугает. Лет 12 назад, когда с водителем МЧС, они приехали на следующие сутки, чтобы вы знали. Это было плохо. А сегодня они сработали хорошо, молодцы. Им плюс. Ну, рвануло, рвануло. Рыбаки есть и рыбаки. И будем всегда рыбать, чтобы вы знали. Операция по спасению длилась менее часа. Кого-то снимали с льдины в 200 метрах от берега, кого-то унесло на 2 километра. Их не снимай, они уже на берегу. Привет, можно ли? Уже знаешь, сколько водки нашел? Можно. Спасать рыбаков пришлось и в соседнем районе. Недалеко от Энергодара на льдине дрейфовали еще трое пенсионеров-экстремалов. Сергеев Сергей Семенович, да? 2004. 2004 года рождения, верх ногами, не видим. Загалом за один день удалось врятувати 31 рыбалку. До проведения цієї операції залучалося 5 одиниц специальной техники, в том числе 2 катера на поветренней подушке Марш-700 и 15 рятувальників. Только с начала гона запорожские спасатели сняли с льдины 75 человек. На берегу рыбаки, как правило, стараются побыстрее скрыться, хотя по закону оплачивают такие операции государство. Штрафов никаких. Вот и приходится каждый год уговаривать любителей зимней рыбалки не выходить в оттепель на лед, а потом спасать их. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожская область. Скандальные соцсети. Видео с призывами убивать евреев провисело в Фейсбуке около суток, а все попытки его убрать блокировала администрация. С политикой двойных стандартов в соцсетях сталкиваются и украинские блогеры. О борьбе здравого смысла с алгоритмом программы. Подробнее Сергей Ауслендер, наш Сапкор в Израиле. Первыми тревогу забили коллеги из израильской редакции новостного сайта Ньюсру. В Фейсбуке на странице подконтрольной Хамасу радиостанции Алякса появился видеоролик. Приурочен он был к 20-летию ликвидации печально знаменитого Яхью Айяша, инженера, лично ответственного за десятки терактов против израильтян. Разведка Израиля уничтожила его, вмонтировав бомбу в сотовый телефон. В ролике под песни на арабском показывают взорванные машины, бомбы самого инженера. Его играет актер, призывают возобновить взрывы автобусов и убивать побольше евреев. Журналисты начали жаловаться, но видео по-прежнему было в доступе, а на все обращения приходил стандартный ответ. Данный контент не нарушает нормы сообщества. Я зашел, посмотрел, что за нормы сообщества, и там есть четко такая категория, называется опасные организации. Они определяют такие террористические и уголовные различные организации. В том числе запрещено прославление лидеров этой организации. И в этом ролике вполне очевидно, там есть даже кадры, где мужчина готовится совершать теракт. Тогда был объявлен всеизраильский флешмоб. И после многотысячных обращений видео из соцсети все же удалили. Израильтяне уже не раз обвиняли Facebook в определенной предвзятости. Материалы про-израильского характера немедленно блокируют, а антиизраильского висят в сети месяцами. Примерно та же ситуация и с активными украинскими пользователями. Мой коллега Роман Бачкалан и себе испытал, как это работает. Его страница насчитывает более 40 тысяч подписчиков, но ее постоянно блокируют, несмотря на то, что никаких сомнительных записей он не делал. Оказалось, что блокировали меня по сущим пустякам. Например, я там написал какой-то пост про георгиевские ленты, и он там не понравился каким-то жителям Москвы. Они отправили жалобу в Facebook, и Facebook меня за это заблокировал. Или я там написал пост небольшой о донецких сепаратистах. Им это не понравилось, они пожаловались в Facebook, и Facebook меня забанил. К сожалению, Facebook руководствуется системой прогрессивного наказания. Первый раз тебя блокируют на день, точнее на час, потом на день, потом на неделю, третий, четвертый раз на месяц, и потом на год. Хочется верить, что дело здесь не в политических предпочтениях руководства Facebook. Но вряд ли Марку Цукербергу настолько интересно, что происходит на Ближнем Востоке или на Востоке Украины. Дело здесь, скорее всего, просто в скверных механизмах контроля социальной сети. Это программа-алгоритм, которая по определенным параметрам блокирует содержание постов. Например, сексуальный контент или количество жалоб. Только живой человек способен оценить степень опасности того или иного материала, но сколько нужно живых людей, чтобы перелопатить гигантские массивы Facebook. Отличная лазейка для разных злоупотреблений. Кстати, ролик Хамаса был в доступе больше 20 часов и уже разошелся по интернету. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности телеканал Интер, Израиль. Великобритания готовится к беспрецедентным по масштабу наземным учениям. С какой целью Лондон намерен перебросить в Иорданию целую армию, выяснял наш лондонский корреспондент Оксана Кундеренко. Много шуму из-за одной газеты. В Daily Telegraph вышла статья о масштабных учениях британской армии в Иордании. 1600 военнослужащих отправятся на Ближний Восток отрабатывать операцию по масштабам, сравнимую со вторжением в Ирак. Тяжелую бронетехнику вовсю грузят в английских портах. Факт учений под названием Шамал Сторм никто не скрывает, а вот цель до сих пор не ясна. Источник газеты, некий высокопоставленный чиновник, абсолютно уверен, что отрабатывают возможное противостояние с Россией. Причем театром боевых действий может стать Украина. Это не операция против кучки джихадистов в Сирии, цитирует слова источника журналисты. Скорее всего, британцы готовятся присоединиться к армии США в Восточной Европе, если вдруг НАТО и Россия вступят в открытое противостояние. Газета может думать что угодно, парируют официальные спикеры британского Минобороны. Эти учения не имеют отношения к войне с Россией. Мало того, плановые ежегодные. После реформы и значительного сокращения бюджета, армия Соединенного Королевства отрабатывает боеготовность и способность быстро перебросить большой контингент в любую точку мира. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Сам же официальный Лондон обеспокоен угрозами со стороны ирландской республиканской армии. Ира взяла на себя ответственность за стрельбу в Дублине. Это произошло в пятницу в отеле Риджинси во время церемонии взвешивания боксеров. Нападавших было как минимум шестеро. Трое из них в форме спецподразделения полиции с автоматами АК-47. В перестрелке ранили троих мужчин. Один из них погиб. Он якобы причастен к убийству одного из лидеров ирландской республиканской армии 4 года назад. Представитель Ира уже предупредили, что планируют целый ряд нападений. Почему в Белом Добе слабый Wi-Fi? Как сурок поменял нору на нары? И где не боятся страшного вируса Зика? Об этом не только в нашем обзоре. Национальный Олимпийский комитет США советует спортсменам пропустить Олимпиаду-2016. Из-за опасности заразиться в Латинской Америке вирусом Зика. Атлеты не обязаны выступать в Бразилии, если не чувствуют себя в безопасности, говорится в сообщении организации. 1 февраля Всемирная организация здравоохранения признала вирус Зика угрозой мирового масштаба. А в Рио-де-Жанейро, похоже, страшного вируса не боятся. Яркие костюмы, пышногрудые красавицы и откровенная самба. Все на фоне бушующего в стране недуга. В 48 городах карнавал отменили. Но танцы в столице, где соревнуются лучшие школы самбы, власти решили не запрещать. О вирусе Зика, который переносят комары, здесь напоминают лишь надписи на футболках персонала. Обама пожаловался на плохой Wi-Fi в Белом Доме. В одном из интервью он рассказал, что в резиденции американского президента есть много мест, где сигнал вообще отсутствует. Первая леди Америки подтвердила. Беспроводное покрытие непостоянное, и эта ситуация раздражает семью. Барак Обама пообещал сделать все, чтобы у его преемника качество беспроводного интернета стало лучше. На юго-западе Индии в штате Карнатока леопард зашел в школу и прогулялся по коридорам. Никто из детей не пострадал. Но ранение получили шесть мужчин, которые пытались поймать дикую кошку. Местным полицейским и лесникам только к вечеру удалось усыпить леопарда транквилизатором. Полицейские американского Коннектикута объявили об аресте Сурка в юмористическом посте на странице в соцсети. Причина – ложный метеопрогноз. Жителям штата он пообещал раннюю весну, но через несколько дней регион накрыла снежная буря. За неправдивое предсказание Сурку грозит до шести недель тюрьмы. А освободить его могут под залог в 10 тысяч долларов. Деньги передадут в детский музей, в котором он предсказал весну. Год огненной обезьяны отмечают в китайских кварталах по всему миру. Но самые красочные празднования прошли в самой Поднебесной. В местных ресторанах ели пельмени, на улицах взрывали петарды на удачу и устраивали традиционные танцы драконов. Кульминацией стали зрелищные фейерверки. Сегодняшний день китайцы проводят в храмах, молятся и оставляют монетки на счастье. Многие жители Поднебесной Новый год считают самым большим праздником. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Хороших вам новостей. И до встречи завтра.